здравствуйте дорогие мои я екатерина майорова wellness coach йога инструктор рада приветствовать вас вновь сегодня мы говорим на злобу дня про варикоз про варикозное расширение вен и что с этим можно сделать для того чтобы эту неприятную проблему избежать или предотвратить чем вообще вены занимается в нашем организме на самом деле вены содержит основной состав крови всего организма буквально до 70 процентов и со временем они могут то есть они имеют способность к растяжению то есть у них повышенная эластичность и со временем когда они растягиваются перерастягиваются могут настолько перерастянуться что возникает варикозное расширение варикозная болезнь это слабость общая слабость венозной стенки и на самом деле варикоз может возникнуть любой части тела не только в ногах как мы привыкли об этом думать но также в органах малого таза и например даже тот же самый геморрой это тоже проблемы с сосудами только как сосудами с плетениями их которые окружают прямую кишку причинами варикозного расширения вен могут стать как в основном генетические особенности но также и другие предрасполагающие факторы например долгой активности стояния на ногах например работа когда вы очень много стоите или ходите также беременность потому что плод начинает давить на органы брюшной полости что влияет на сосуды и кровоснабжение и отток крови от нижних конечностей ухудшается также причинами могут стать запоры из-за которых и появляется сильное давление брюшной полости и очень малая физическая активность также нужно обратить особое внимание на кровообращение и варикозное расширение вен органов малого таза у женщин потому что причинами могут стать в ли и заболевание этого не только беременность и роды но также наличие например внутриматочной спирали то есть методы контрацепции и даже прерванный половой акт может стать причиной варикозного расширения вен так что имейте в виду итак приступим к построению противоварикозной практики основной момент который нужно учесть что при подобных проблемах не нужно задерживаться в позах стоя то есть не более 10 секунд делать какое-то положение стоя лучше всего подходят техники что-то вроде сурья намаскар приветствие солнцу когда в позах задерживаться не надо и они достаточно быстро одна за другой следует также не нужно задерживаться слишком долго в позах сидя таких как например под масона вираса на поза героя гомукаса на поза головы корова во всех этих позах у нас получается идет излишнее давление на голени на ноги и соответственно на вены теперь нужно включить практику перевернутые позы именно они улучшают венозный ток крови улучшает ток лимфы в теле и для этого нужно просто включить в практику перевернутые позы стойка на лопатках стойку очень хорошо когда вы делаете какие-то скручивания в позах на лопатках делайте прогибы небольшие и даже можно добавить у дия на банку то есть на полном выдохе когда у вас позвоночник то есть передняя стенка живота прилипает к позвоночнику только что я показала у дия на банку на самом деле это просто подтягивание передней стенки живота на активном выдохе на полном выдохе к позвоночнику просто стенка живота прилипает к позвоночнику на выдохе и вот такая задержка настолько насколько получается сейчас мы будем делать с вами две позы значит одна будет просто со вдохом мы заходим в позу в собаку мордой вверх и потом на выдохе мы собаку мордой вниз уходим и как раз там мы делаем вот это у дия на банку которую только что вы видели полный выдох и подтягивание живота вверх к позвоночнику показываю значит со вдохом сначала вверх вытягиваемся растягивая переднюю стенку живота несколько циклов дыхания и с выдохом и с бандхой с задержкой дыхания адаму кашванасана когда я сейчас заходила в собаку мордой вверх то я делала уджая пранаяму то есть я делала дыхание змеи оно возникает тогда когда вы немножечко сужаете связки горловые и делая вдох получается такое шипение очень похоже на шипение змеи и сейчас когда я буду делать простой вариант для новичков упражнения и для пожилых людей со своей патологии до венозной как раз нужно будет на вдохе делать вот это уджая дыхание дыхание несложное давайте попробуем вместе делая вдох и потом обычный выдох и еще раз вдох выдох и обычно выдох вот такое дыхание давайте попробуем вместе с упражнением так наше простое упражнение для новичков для пожилых людей у которых патология венозная значит делаем вдох с у джа и пранаямой то есть шипящая змея вдох руки вверх и выдох обычный возвращаемся на место и еще раз вдох и снова шипящая дыхание и выдох вернулись на место так можно сделать несколько раз итак помимо хорошо правильно построенной практике физической нужно обратить внимание на свой режим жизни особенно если вы например работаете и она работала вас связано с долгим пребыванием на ногах или сидя нужно прерываться каждый час полтора и например пройтись по лестнице вверх вниз до также стоит ограничить пребывание на в банях на солнце на пляже потому что в первую очередь возникает расширение вен и соответственно чем чаще вы их перенапрягаете до увеличиваете их расширение тем быстрее не теряет свою эластичность очень полезным будет контрастный душ для ног и из видов спорта если у вас есть действительно серьезное заболевание наилучшим образом подходит ходьба и плавание варикозное заболевание вен является очень отзывчивым по отношению к йога практике конечно же вернуть утерянную эластичность практически невозможно но при помощи практики вы можете остановить прогресс этой болезни остановить его или если вы занимаетесь для профилактики чтобы это заболевание просто напросто не появилось самое главное это практиковать заниматься и тогда вы будете здоровы желаю вам удачи в вашей практике с вами была Екатерина Майорова пока здравствуйте дорогие мои девушки я хочу пригласить вас на свою новую совершенно новую программу которую написала специально для вас это секс тренинг you are sexy он так называется именно потому что мы будем раскрывать вашу женственность раскрывать вашу сексуальность потому что я уверена что каждая из нас хочет быть помимо того что здоровой энергичной бодрой но также сохранять долго свою красоту иметь такой приятный легкий огонек в своих глазах и быть единственной и любимой для своего мужчины но если вы своего того единственного не нашли то раскрытие женственности и сексуальности обязательно поможет вам это сделать и обрести свое счастье поэтому добро пожаловать регистрируйтесь по ссылке если вам нужно задать какие-то вопросы вы можете задавать их в комментариях или звонить по телефону которые также будут указаны ниже я жду вас пока а